22 марта случилась ужасная трагедия в Крокус-Сити-Холл. Многие медийные личности поддержали пострадавших во время трагедии. Ксения Собчак перевела полтора миллиона рублей детям, которые лишились родителей в результате теракта. Также она возьмет опеку над их образованием, поможет с университетами и репетиторами. Она подчеркнула, что устроит четырех детей, потерявших родителей, в хорошие школы и вузы, в зависимости от того, что выберут внутри семьи. Рэпер Маккан лично побывал у Крокуса и сделал свой сольный концерт 31 марта благотворительным. Все средства с него пойдут в фонды помощи. Певица Ольга Бузова отправила 2 миллиона рублей. Я двое суток плачу и молюсь, от всей души хочу выразить бесконечное уважение тем, кто не смог остаться в стороне, кто стал помогать с первых минут. Огромная благодарность всем людям, которые в том числе бросились давать кровь, предпринимателям, которые бесплатно раздавали горячий чай и еду, списывали кредиты, бесплатно перевозили, спасателям, врачам. Вы настоящие герои. Сегодня вся страна как никогда едина, написала Ольга Бузова в своих социальных сетях. Дмитрий Масленников выразил свои соболезнования и пожертвовал миллион рублей. Егор Крид посетил Крокус без камер и собрал благотворительный стрим, на котором собрал 7 миллионов, два из которых отправил в фонд пострадавших в Крокусе и пять на помощь Белгороду. Михаил Литвин помог двум семьям, чьи дети потеряли родителей, и помог переселить 10 многодетных семей из Белгорода. Также у меня очень много пацанов, девчонок, вообще людей разных национальностей, которые на меня подписаны, и мне бы хотелось вам сказать, чтобы вы никогда в жизни не делили людей на национальности. Кто-то плохой, кто-то хороший, потому что в каждой национальности есть чудовище, и это совсем не значит, что братья из Таджикистана никогда вас не вытащат, не дай бог, чтобы такое произошло из горящего дома. Буши Дэжжо не только помог финансово в этой катастрофе, но и потерял свою учительницу, которая пришла на этот концерт. Стример и музыкант «Плохой парень» отправил миллион. Также стримеры «Инсайдер», «Братишкин», «Мазелов», «Стинт», «Пчелкин» не остались в стороне и пожертвовали фонд. Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом, поделился отчетом своего фонда, который помогает пострадавшим в Крокусе. Была оказана помощь 12 семьям, 59 врачам, которые в день теракта помогали пострадавшим в Крокусе. Также вознаграждены герои, которые помогали людям покинуть Крокус во время теракта, Исламу и Артему. Было закуплено оборудование для четырех больниц и оплачены расходы волонтеров. «Продолжаем работу, благодарим всех причастных. Люди стесняются, но уже смелее обращаются за помощью. Если есть возможность, расскажите, что при желании абсолютно все останется анонимным», написал артист в своих социальных сетях. Шаман перевел 5 миллионов рублей российскому Красному Кресту, а также записал песню, все доходы от которой пойдут на помощь. Сегодня это был мой первый сольный концерт после той ужасной трагедии, которая случилась в Москве 22.03.24 года, который вы все слышали. И вот, что я вам скажу. Все мы одна семья, а в семье чужого горя не бывает. И в трудную минуту мы должны сплотиться, поддержать и помочь друг другу. И я надеюсь, что вы поддержите меня в моем решении, что все полученные средства от сегодняшнего концерта пойдут на помощь всем пострадавшим. По такому же принципу Баста, Валерия, Три дня дождя, Макан, Мэри Гу, Дмитриенко и многие другие музыканты записали альбом по песням Муслима Магомаева, в честь которого был назван «Крокус». Все доходы от прослушивания которого также пойдут на благотворительность. Так помочь может каждый, просто прослушав композиции. Невозможно всех вместить в один список. Есть еще множество блогеров, музыкантов и простых людей, которые не остались в стороне. Важны не цифры, которые люди потратили, а проявление человечности и сопереживания друг к другу. Я, конечно, извиняюсь, тут очень много внимания. Вы хотите каких-то слов, но мне кажется, здесь... Тут нечего говорить, это ужасно. Прихватывает все внутри. И очень болит сердце. Извините, не могу больше ничего сказать. Хочу сейчас долго болтать в сториз, дабы вы сказали, что вот красавчик, что не проходишь мимо ситуации и так далее. Я просто знаю, что на меня подписана огромная армия людей, которой я могу донести определенные вещи. И сейчас я вам хочу донести, что нужно помочь нашим землякам, семьям наших земляков, которые погибли, которые пострадали в жесточайших событиях. Я от себя сейчас помогаю финансово в силу своих возможностей и в силу ваших возможностей хочу вас призвать к тому же. Грустно очень, что такие чудовищные вещи происходят в моем городе, где я родился, всю жизнь прожил. И происходит не в первый раз. Вот руками заказчиков пытаются расколоть целостность национального единства в нашей стране. Многонациональный, многоконфессиональный. Хочется еще раз, наверное, напомнить всем не вестись на эти провокации и не разжигать межнациональные розни. Для всех из нас, присутствующих, музыка – это было то, что всегда лечило. И к нашему глубочайшему сожалению, произошло то, что произошло, и не укладывается ни у кого из нас в головах. То, что произошло, это действительно это зверство. Это та боль, которая нас сплотит, объединит еще сильнее. Всем, кто пострадал, всем семьям, всем людям, кто пострадали от происшествия, кто погибли. Хотим пронести глубочайшие соболезнования и поддержать как и морально, так и финансово. Я публикую в своих социальных сетях всю поддержку, которую могу оказать со своей стороны. Перевела уже в фонд, перевожу. И всех призываю поддержать и держаться вместе. Это очень горько осознавать то, что произошло, потому что в Крокусе буквально две недели назад был концерт у маленькой девочки, 14-летней, где все два этажа были заполнены маленькими зрителями, шестилетними, восьмилетними детьми. И просто страшно представить, что испытывали зрители в тот момент, что испытывали находившиеся в зале. Я вас всех призываю, пожалуйста, будьте солидарны. Все, что сможете, помогите, переведите, поддержите, окажите моральную помощь и поддержку. Это касается всех, кто причастен. А мы причастны с вами все, потому что это напрямую связано с нами всеми. То, что произошло, действительно, не укладывается в голове. Еще раз хочу принести все глубочайшие соболезнования всем, кто оказался в этот момент там. И призываю всех поддержать и оказать финансовую поддержку пострадавшим.